В прошлых уроках мы поговорили с вами о машинном коде, о языках программирования и немного об их лексике. Теперь настало время узнать, что такое исходный код. Исходный код – это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования, необходимый для написания и редактирования его человеком, который в дальнейшем будет преобразован в машинный код. Это по сути текстовый файл, написанный с помощью простых редакторов, такие как TextEdit или Notepad, в зависимости от операционной системы. И прежде чем начать создавать программы на одном из таких редакторов, в них необходимо поменять некоторые настройки, в частности интерфейс формата RichText. Так как код является нередактируемым текстом, то формат его необходимо заменить на PlainText. Также необходимо поменять расширение с TXT на соответствующий в зависимости от языка программирования, на котором планируете писать. Например, Swift – это точка Swift, JavaScript – это точка JS, Python – это точка P. При таком подходе начальный этап написания программы строится следующим образом. Исходный код набирается при помощи какого-либо текстового редактора. И после завершения он транслируется в машинный код, где выявляются синтаксические ошибки и снова возвращается на редактирование и отладку в текстовый редактор. Этот цикл может повторяться не один раз. Здесь на помощь программистам пришли интегрированные среды разработки – Integrated Development Environment. Они представляют собой совокупность программных средств, поддерживающая все этапы разработки программного обеспечения. Они позволяют избежать большого объема однообразных действий и тем самым существенно повысить эффективность процесса разработки и отладки. Таких систем для каждого приличного языка очень много. Критерием выбора выступает удобство и исправность. К примеру, вот так будет выглядеть среда разработки Xcode, которая предназначена для создания приложений для платформы Apple. В этом курсе мы будем использовать именно ее для изучения основ программирования.